Сезон высокой заболеваемости гриппом неумолимо приближается. Многие недооценивают эту болезнь, а между тем она одна из наиболее массовых и опасных. Врач-инфекционист Артёмовской центральной районной больницы Виталий Кирьянов поделился информацией о том, что о гриппе должен знать каждый. Грипп – это острое инфекционное заболевание, вирусная идеология, протекающая с явлениями общей интоксикации и поражением респираторного тракта, в основном на уровне трахеи, бронхов. Источником инфекции является больной человек. Врачи большинства стран отмечают, что первым человеком передается грипп воздушно-капельным путем, но также при несоблюдении личной гигиены, в частности при кашле, чихании, когда частицы слюны попадают на руки, также может вирус передаваться и контактным путем. Врачи большинства стран отмечают, что первыми заболевают те люди, которые находятся в организованных коллективах. А это работники организаций, школьники, воспитанники детсадов. Заразившись гриппом, они приносят домой этот вирус и заражают, естественно, членов семьи. Таким образом, факторами риска передачи возбудителя является большой коллектив, скучность народа, хронические заболевания у людей, а также частые ОРВИ, перенесенные на ногах, нелеченные заболевания. Для того, чтобы не спутать грипп с другими заболеваниями, под которые он нередко маскируется, нужно знать реальные симптомы, указывающие на то, что вы нуждаетесь в медицинской помощи. Инкубационный период длится от 12 часов до 2 дней. Грипп начинается остро с повышения температуры тела до максимальных цифр 39-40 градусов уже в первые сутки заболевания. Человек в этот период ощущает выраженную слабость, недомогание, адиномию. Появляются сильные головные боли, локализующиеся в лобно-височной областях, надбровных дугах. Также болезненные глазные яблоки, особенно при движении боли в мышцах, костях, суставах. Эти все перечисленные признаки являются симптомами интоксикационного синдрома. Если интоксикационный синдром очень выражен, то он может сопровождаться рвотой, обморочными состояниями, выраженным геморрагическим синдромом, который часто проявляется в виде носовых кровотечений, а также эпитахиальные сыпи. Также имеют место помимо интоксикации и катаральный синдром. У больных гриппом возникает чувство сухости, першения, соднения в носоглотке, заложенность носа. На второй и третий день появляется сухой кашель, при котором появляется характерная боль за грудиной, чувство соднения за грудиной или царапания в проекции трахеи и бронхов. Спустя 3-4 дня кашель становится продуктивным, отходит мокрота. В целом катаральный синдром продолжается 7-10 дней. Грипп остается инфекцией, которая чаще всего поражает людей, входящих в группу риска. А это прежде всего дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Однако эта группа риска не только по самому заражению гриппом, но и проявлением серьезнейших осложнений. Такими являются пневмонии, вирусные, вирусно-бактериальные, бактериальные. Также грозными осложнениями являются заболевания лор-органов, это синуситы, атиты, фарингиты, ларингиты. Также страдает сердечно-сосудистая система, в частности миокардит может развиться. Также такое грозное осложнение, как менингит. И именно эти осложнения могут привести к летальному исходу. В результате проведенных исследований была доказана прямая связь заболевания гриппа с летальностью от не больничной пневмонии, от соматических заболеваний. Кроме этого, грипп серьезно бьет по карману, ведь лечение его неосложненной формы в 10 раз дороже прививки. А сложная форма вовсе требует госпитализации и использования дорогостоящих медицинских препаратов. Существует несколько классов, групп препаратов, которые направлены на элиминацию вируса, на выздоровление человека. Хотелось бы озвучить некоторые препараты, которые относятся вот к этим группам. Это такие, как орбидол, ингаверин, гриппферон, виферон, эргоферон, лавамакс, аноферон. Однако, если говорить о последствиях гриппа, с которыми борются лекарства, нельзя забывать о том, что лучше вовсе не болеть, а для этого важна постоянная профилактика. Необходимо соблюдать личную гигиену, именно тщательно мытье рук, чтобы не заразить людей, не контаминировать вот этими грязными руками, на которых имеются частички слюны. Но единственным, самым главным методом профилактики является вакцинация. И только вакцинация позволяет достоверно защитить население от гриппа и его осложнений. Этот факт подтвержден Всемирной организацией здравоохранения. На основании данных многолетних исследований можно сказать, что вакцинироваться самому и привить членов семьи – это важная задача перед сезоном гриппа. И самая эффективная забота о здоровье не только себя, но и своих родных и близких. Опыт доказал эффективность и безопасность вакцин. Они проходят тщательный контроль по безопасности и эффективности. Отвечают национальным требованиям и требованиям Всемирной организации здравоохранения. И импортные, и отечественные вакцины соответствуют всем нормам качества. Важно, как я уже сказал, заболеть гриппом, важно не заболеть гриппом не только самому, но и не заразить других. Поэтому необходимо как можно раньше привиться. Нужно помнить, что грипп видоизменяется и существуют различные штаммы этой болезни. Врачи ежегодно подбирают ту вакцину, которая наиболее эффективно справляется с гриппом на конкретных территориях в определенных временных рамках. В сезон 2015-2016 годов для стран Северного полушария рекомендуется следующий штаммовой состав противогриппозных вакцин. Это группа А, H1N1, H3N2, группа В вируса, Вепхукет, Вепхукет, Брисбейн. То есть вакцина эта поливалентна для нескольких групп, для нескольких штаммов. Поступила бесплатная вакцина в количестве 15 088 доз для следующих групп населения. Это учащиеся в школах, дети 6 месяцев до 6 лет, студенты, работники медицинских организаций, сферы образования, работники транспорта, здравоохранения, работники коммунальной сферы, пенсионеры беременные, лица, призываемые на военную службу, а также лица с хронической патологией. Также вакцину можно приобрести через аптечную сеть, сделав заказ. А также непосредственно через город Екатеринбург вакцины, такие как Гриппол, СОВИ Грипп, Гриппол Плюс. Стоимость их 199 рублей. Заказ в городе Екатеринбурге можно провести по телефону 343-378-8301. Не экономьте на здоровье своих близких и самого себя, ведь Грипп не только опасен для здоровья, он отнимает рабочее время и вызывает сильное нервное напряжение. Простая прививка позволит вам не опасаться за здоровье в период, когда организм ослаблен еще и низкой температурой воздуха, высокой влажностью и недостатком солнечной погоды. Продолжение следует...